Здравствуйте, в студии столицы Нижний Евгений Деревянко. Я и мои коллеги готовы рассказать о главных событиях к этому часу сегодня в выпуске. Сохранители перенести эксперты должны решить судьбу Пакгаузов на стрелке до 15 июня. Как правильно выбрать счетчик, чтобы потом не переплачивать, сегодня эксперты в сфере ЖКХ рассказали о нюансах при покупке приборов учета. Музыкальная революция в арсенале прозвучали произведения известных композиторов от средневековья до 20 века. Экспертная комиссия проведет инженерную экспертизу сохранившихся Пакгаузов на территории бывшего речного порта и представит свое видение по дальнейшему их использованию до 15 июня. Об этом стало известно в ходе установочной сессии комиссии, созданной распоряжением губернатора Нижегородской области. 26 экспертов, среди которых известные деятели культуры, архитектуры, чиновники и специалисты-инженеры должны вынести свой вердикт Пакгаузов – сохранять на прежнем месте или переносить. А если переносить, то каким образом? Также перед возглавляемой ректором строительного университета Андреем Лапшиным комиссией стоит вопрос по разработке концепции обустройства существующей территории Стрелки. Срок проведения обследований таких сооружений действительно очень сложный по своему конструктивному решению. Конечно, это не менее двух месяцев. Мы планируем провести детальные обмерные чертежи, разработку дефектных ведомостей. Понятно, что за этот период конструкции получили ряд повреждений, в том числе и в результате их переноса неоднократного. Будет выполнена оценка качества материалов, которые в дальнейшем будут использованы при проведении проверочных расчетов. Будет разработана и создана расчетная схема, которая соответствует реальным конструкциям. И выполнены все проверочные расчеты, которые как раз и определяют несущую способность, остаточную несущую способность вот этих металлических конструкций и возможности их переноса. Я очень ценю тех людей, которые будут заниматься исследованием фундаментов, исследованием металла, составлять расчетные схемы. И они скажут, в каком это виде, в каком состоянии можно ли дальше эксплуатировать. Или если проблема, то каким образом усиливать их. А сохранять, безусловно. Как правильно выбрать счетчик, чтобы потом не переплачивать? Сегодня эксперты в сфере ЖКХ рассказали о нюансах при покупке приборов учета. Они посоветовали не покупать счетчики на рынке и не гнаться за низкой ценой. Желательно, чтобы прибор учета был металлический, а не полимерный. Тогда срок службы будет дольше. Межповерочный интервал должен составлять 5 лет. И главное, необходимо обращать внимание на компанию-производителя. Периодически в продаже появляются счетчики под известными брендами. Но на самом деле они оказываются контрафактом. Поэтому важно изучить упаковку на соответствие торговой марки и производителя с тем, что указано на упаковке. Необходимо также обратить внимание на опыт продаж конкретной компании. Лучше не доверять фирмам-однодневкам. После того, как подобного рода предложения от китайских производителей стали поступать нам, нам стало совершенно очевидно, что дело принимает абсолютно неправильный оборот. Человек должен иметь полную информацию. Да, это сделано в Китае. Я не думаю, что само по себе это плохо. Но человек должен знать. Сейчас, принимая во внимание, что эти три завода делают очень большие количества, включая российских адресатов, я их так назову, да, действительно, за счет этого стоимость китайского счетчика ниже, чем российского. Когда открываете паспорт, в нем должно быть написано, если, например, по счетчикам воды, что счетчик должен соответствовать ГОСТу Р-501-93.1. И второй ГОСТ, ГОСТ-52-931. Эти счетчики, которые... Это значит, что счетчик как раз подходит под условия российской эксплуатации. Второе, на что надо обратить внимание, это на качество самого паспорта. Если видно, что изготовлен он типографским способом, не важно, что он черно-белый, не важно, что это одна страничка, важно, чтобы это было четко напечатано и отпечатано. Сразу понятно, что это более-менее достойный счетчик. Музыкальная революция в Арсенале. В Государственном центре современного искусства прозвучали произведения композиторов-революционеров от Средневековья до 20 века. Иван Чикони, Генри Пёрсел, Роберт Шуман, Клод Дебюси, Джон Кейдж и многие другие величайшие мастера в свое время перевернули представление о том, какой может быть музыка. Уникальную возможность услышать их творение в одном концерте подарил нижегородцам московский ансамбль современной музыки. Сюжет Юлии Серебряковой. Вот так выглядит музыкальная революция в 21 веке. Четыре головы и восемь рук за несколько секунд совершили переворот в умах нижегородцев. Зрители ожидали чего угодно, только не этого. Привычное понимание выступлений стерлось, уступив место авангарду. Главная фишка каждого концерта – это то, что во всех трех концертах прозвучат произведения музыка разных эпох. То есть в одном концерте смешана музыка эпохи средневековья и 20 век. Практика показывает, что именно вот такие параллели между музыкой разных эпох и искусством разных эпох, они, конечно, очень привлекают. Произведение американского композитора Джона Кейджа, «Гостиная» практически сделало зрителей участниками концерта. Джон Кейдж был уверен, что дверной скрип, звон посуды – тоже есть музыка, если мы позволяем ее услышать. Своеобразным аккомпанементом на выступлении стали падающие или звонящие в зале телефоны. Кто-то кашлял, выходил. И все это многообразие звуков отлично вписалось в атмосферу концерта. Потрясающие музыканты, которые делают переложения музыки старинной, например, которую вживую, в принципе, услышать, ну, фактически невозможно. Поэтому у нижегородских слушателей уникальная совершенно есть возможность познакомиться и насладиться этой музыкой. На первый взгляд может показаться, что сегодня такой какой-то очень разношерстная такая музыка звучит. И действительно она очень вся разная, из разных эпох и разных стилей. Но самое главное, про что сегодняшний концерт – это про взаимосвязи эпох. Это сейчас нам едва ли заметно в каком-то смысле. Но если в это углубиться, да, если настроить свой слух как бы на тот язык постараться, то можно это очень хорошо услышать и уловить. Под каменными сводами звучат и композиции таких известных композиторов, как Иоанн Чикония, Роберт Шумана и Клод Дебюсси. Своим выступлением музыканты пытались показать, что язык музыки с каждым веком усложнялся. Следующий концерт в рамках музыкальных революций состоится 4 апреля и будет называться «Вена – город двух революций», а 20 апреля в Арсенале прозвучит третий концерт – «Вокальные революции», где главным станет голос, как самый первый музыкальный инструмент. Юлия Серебрякова, Илья Васенин, столица Нижний. У меня на этом все, спасибо за внимание, следите за новостями на нашем сайте stnmedia.ru, я желаю вам всего доброго и до встречи.